Привет всем, мои дорогие друзья. Это дисклеймер, и вам придется его выслушать. Я искренне желаю всем добра и здоровья, поэтому уделите пару минут своего времени просмотру вступления. VR-технологии на текущий момент имеют возрастные ограничения. Детям до 13 лет пользоваться данным форматом стерео запрещено. Помимо этого, замечены частые случаи тошноты и головокружения. Даже у взрослых и до сих пор не проводились исследования о последствиях длительного использования VR-очков. Более того, рейтинговое агентство Pedge заявило, что может пересмотреть свои правила определения возрастных рейтингов для игр с поддержкой формата виртуальной реальности. Насилие в очках и все происходящее в игре действительно кажется реальным. Не травмируйте свою психику, если вы слишком впечатлительны. С технической точки зрения, минимально допустимый смартфон для VR-технологии должен иметь разрешение экрана 720p, так как картинка будет делиться под каждый глаз. В итоге мы получаем что-то около 640 на 360 точек. А с учетом того, что игры на компьютере запускаются в отличных от этого разрешениях, эффект резкого масштабирования будет вызывать дискомфорт в глазах. Если ваш телефон с меньшим разрешением, не портите зрение. Итак, давайте приступим. Но вначале я должен вас предупредить, что я снимаю видеоролик уже в пятый или шестой раз. Все дело в том, что я стараюсь описать весь процесс подключения смартфона и настройки программы максимально доступно, как собственно и свойственно моим видеороликам. Но при всем при этом трудно ложиться в формат 20 минут. То есть получается 40 минут, 45, 30. И я решил выбрать для себя следующее направление. То есть я расскажу о самом доступном способе подключения смартфона к ПК в качестве VR-кредла. Но при всем при этом качество картинки будет, наверное, максимально доступным для всех конфигураций компьютеров. Если вы захотите качество получше, вам просто придется в настройках немножечко поковеряться. Либо напишите в комментариях свой вопрос. Я постараюсь максимально развернуто ответить. Но я решил выбрать вектор, да, самая доступная VR для всех конфигураций и для всех видов шлемов. Итак, давайте приступим. От нас потребуется наличие программы Trinus VR. Эта программа имеет серверную часть для ПК и, соответственно, клиент для смартфона на Андроиде. Давайте пройдем в магазин Google Play и посмотрим на эту программу. Вы ее покупаете, либо скачиваете лайтовую версию со смартфона. Мне просто будет намного удобнее показать это все на компьютере. В принципе, роли это не играет. И тут есть такой неприятный нюанс. Я программу покупал за 250 рублей. Это было полгода тому назад. Как мы видим теперь, из-за колебаний курса доллара она стоит 435 рублей. Сумма уже не такая маленькая. И многих, возможно, это оттолкнет. Причем есть более дешевые варианты. Например, программа VR Streamer за 125 рублей. И она далеко не единственная в своем роде. Я насчитал таких программ 3-4 штучки. Но за все остальные программы пришлось возвращать деньги, потому что они, во-первых, свою стоимость не оправдывают. Во-вторых, они проигрывают в программе Trinus VR. Если у вас есть сомнения, попробуйте версию лайтовую. Единственное ограничение это тайминг в 10 минут. То есть каждые 10 минут придется делать переподключение. А учитывая, что смартфон находится в кредле, кредл на голове, то есть VR-шлем, соответственно, это адовые муки. И пользоваться программой таким образом не получится. Но в любом случае за 10 минут вы поймете всю прелесть VR, нравится вам это или нет, и определитесь с выбором. Более того, я не поощряю пиратство. Но я прекрасно понимаю, что 500 рублей за программу многим покажется слишком высокой ценой. За такое удовольствие. На популярном российском форуме, посвященном смартфонам, планшетам и мобильным технологиям, эта программа лежит уже крякнутая. Но еще раз говорю, программу разрабатывает один человек. Все-таки 500 рублей это два похода в кинотеатр. Если, ну представьте, что вы делаете какую-то работу, да, и вы делаете ее самостоятельно. И вашим трудом пользуются люди просто так, да, вы вкладывали в нее душу и все-таки рассчитывали, что она принесет вам какую-то прибыль. Вот разработчик этой программы работает над своим чудом в одиночку. Вот. И мы видим, что в среднем оценка 4,5 балла. То есть очень много людей ставит ей пятерку. Я тоже считаю, что программа идеальна. Ну и, соответственно, если вы, опять-таки, испытываете какие-то сомнения, посмотрите на комментарии. Супер. Можно играть в виртуальной реальности. Идеальное приложение. Программа хорошая. Купил платную версию. Скорость передачи картинки улучшилась. Вот. А качества нет. Ну, соответственно, скорость и качество нужно настраивать вручную. Вот. Давайте посмотрим на серверную версию программы. Запускаем Trimus VR. Здесь при первом запуске автор выводит сообщение. Такой кратенький рикбез о том, как ее настроить. Мы быстренько его пробежимся. Я уже об этом говорил в дисклеймере. Самое главное. Если вы хотите играть на ультра высоких настройках, с максимально возможным разрешением, без каких-либо лагов и падений FPS, используйте для подключения microUSB кабель. Соответственно, вы вставляете стандартный USB кабель в компьютер, microUSB кабель в смартфон, смартфон в кредл. И Trimus VR сам оставит драйвера, для того, чтобы вы могли через кабель транслировать картинку на смартфон. Соответственно, прямое подключение, лучшее качество. Я пользуюсь вторым способом. Мой стационарный игровой компьютер подключен кабелем к маршрутизатору. Смартфон по Wi-Fi подключается к этому маршрутизатору. То есть, получается, у нас имеется посредник роутер. Но при всем при этом, так как у нас прямое соединение кабелем, качество картинки хорошее. Я играю на средних настройках. Самый плохой вариант, это если у вас ноутбук или стационарный компьютер, и он подключен к роутеру без кабеля, то есть по Wi-Fi. Соответственно, смартфон подключен по Wi-Fi. Они оба подключены по беспроводному соединению. То есть, и качество картинки будет плохое, и будут лаги, разрывы, залипания. То есть, совершенно некомфортно. Третий способ, который тоже можно принять как допустимый. Если у вас ноутбук, у вас нет возможности подключиться к кабелям, программа Trinus VR имеет свой собственный hotspot. То есть, она может создать Wi-Fi точку подключения для того, чтобы сделать прямое Wi-Fi соединение с вашим смартфоном. Без посредников в виде маршрутизатора. То есть, качество картинки тоже неплохое. Задержек тоже, в принципе, нет. Пользоваться можно. Дальше, говорится о том, как правильно выбрать разрешение. Я сразу говорю, в сегодняшнем выпуске мы говорим о том, как запустить абсолютно любую игру в формате VR. То есть, мы сегодня не затрагиваем игры, которые были специально написаны под VR. То есть, под Oculus Rift, либо Doom BFG Edition и прочие игрушки, либо игрушки с патчами. Мы говорим о самых простых играх, вроде The Tape, кассета, либо Half-Life, либо Dead Effect и любые другие. Поэтому нас волнует только фейковая 3D. Автор программы рекомендует использовать разрешение 1024 на 768. Я в корне с ним не согласен. То есть, возможно, он боялся того, что люди будут жаловаться на плохой коннект. Но у меня при разрешении 720p все транслируется без каких-либо проблем. То есть, здесь, скорее всего, все зависит от качества роутера и, соответственно, мощностей ПК. Но это мое мнение. Во всяком случае, у автора приложения оно другое. Здесь говорится о том, как избавиться от лагов. Мы это пропустим, потому что лагов быть не должно. Проходим в настройки. И быстренько пробегаемся по функционалу программы. Видео. Я поставил Fast. То есть, если у вас интегрированная графика, вроде Intel HD 2000 и выше, используйте Fast. Если у вас видеокарта Radeon, либо GeForce, используйте Compatible. Если у вас видеокарта класса GeForce FX 570 и выше, а я должен подчеркнуть, что эти видеокарты поддерживают технологию Moonlight. Она была разработана компанией NVIDIA для того, чтобы транслировать картинку на свои консоли. NVIDIA Shield планшет, NVIDIA Shield приставка и NVIDIA Shield TV приставка. Наверняка, если вы гики, если вы следите за новостями мира технологий цифровых, вы знаете, что это такое. Соответственно, Moonlight. И режим Default. То есть, Default это стандартная трансляция картинки без понижения битрейта. То есть, это, в принципе, должно подойти всем. Но если есть плаги, соответственно, да, вспоминаем настройки, о которых я говорил. Так как я сказал, сегодня у нас самый универсальный способ запуска игр, я использую Fast. Качество картинки. Его вы выбираете в соответствии с тем, как вы подключили свой смартфон. Если он подключен кабелем, выбираем High, либо Ultra. Соответственно, Ultra, может быть, будет подлагивать немножечко. Если будет некомфортно, можете сменить на High. Соответственно, Low, это если у вас подключение вот самым плохим способом. Как говорилось, то есть, компьютер у вас подключен к Wi-Fi роутеру, и вы не сделали прямое подключение через Trinus Hotspot, используйте Low. В моем случае я играю по Wi-Fi, у меня, в принципе, компьютер подключен к кабелем, смартфон подключен к роутеру, я использую Medium, никаких проблем, ни лагов нет. Трекинг. Здесь имеется несколько вариантов отслеживания позиций головы, я рекомендую только два. То есть, я перепробовал все, перепробовал массу настроек, я предлагаю самые лучшие варианты. Маус. Собственно, вы видели в прошлом летсплее ролике, когда я играл в игрушку The Tape, у меня, получается, движения головы отслеживались весьма и весьма корректно. Потому что ваш шлем и смартфон, да, определяются как мышь. Вот, и когда вы вертите головы в разные стороны, соответственно, складывается эмуляция, как будто бы вы вертите мышкой. Но при всем при этом, сенс стоит на минимуме. И тут надо пояснить, что сенс мышки и сенс поворотов головы, они отличные. Потому что у меня, допустим, мышь поворачивает очень резко. Полтора сантиметра это разворот на 180 градусов. Мне это нужно для сетевых шутеров. Соответственно, если бы я так повернул головой, да, у меня бы сразу произошло ощущение головокружения, потому что поворот очень резкий. Соответственно, когда вы вертите головой, да, у вас автоматически Транус перехватывает сенс и выставляет его на минимум. Как только вы двигаете мышкой, сенс становится оптимальным для того, как вы его настроили под свою мышь. То есть, в принципе, на словах это, может быть, звучит странно, но когда вы попробуете эти настройки, вы поймете, о чем я вам говорил. И следующее, что нужно использовать, это TrackAIR. Это специальный протокол, специальный API, который есть в нескольких играх, по-моему, их всего 30 штук, да, самых таких популярных. Я точно могу сказать, что он есть в игрушке Lockdown, это авиасимулятор, где вы летаете на военном истребителе, и нескольких гоночных симуляторах от компании Codemasters. Это специальный протокол, он был разработан лет 5 тому назад. То есть, с помощью специальных кредлов, еще тогда он позволял осуществлять поворот головы на 180 градусов. То есть, вы могли из кабины пилота посмотреть, что происходит слева, либо, если вы на гоночном болиде, тоже посмотреть, какая обстановка слева-справа, посмотреть на зеркало заднего вида. То есть, это специальный формат для игр. То есть, вы можете посмотреть их список в интернете, либо на Википедии. Но, если по какой-то причине у вас все равно движения головы не отслеживаются в этих играх, используйте протокол TrackIRFix. То есть, специально имеется база игр, которые проблемные, у которых возникают трудности, и тройность переключается на специальные конфиги профиля под эти игры. То есть, мы видим из аннотации, да, специально для игр, у которых возникают проблемы. Итак, мы берем mouse. Fake 3D включено, либо выключено. Здесь имеется две позиции, плюс треть автоматическая. То есть, если Trinus понимает, что игрушка не написана под Oculus Rift, то есть, если это обычная игрушка, написанная под Windows, она в режиме Out автоматически будет включать конвертацию в стерео формат. Если она запускает игрушку и понимает, что игра под Oculus, она ставит опцию автоматически Off. Мы сегодня выбираем On, потому что большинство из вас захотят поиграть в обычные игры в VR формате. Про, получается, сенситиви мы уже поговорили. Теперь поговорим о выборе линз и, собственно, шлемов. Давайте прощелкнем, что у нас тут имеется. Шлем Dive. Шлем Gamiro. Кстати, шлем Gamiro официально доступен в России по цене 4000 рублей. Шлем очень качественный. Насколько я знаю, это итальянский стартап. Я его себе заказывал, но там возникли определенные трудности. И я его, в принципе, так и не получил, но я за него и не заплатил. Но вначале я рассматривал его и уже потом купил себе ColorGross. Шлем FreeFly. VR1. И, собственно, Default. Но это как бы линза по умолчанию. Я сразу советую пропустить этот параметр, потому что он рассчитан под любой размер экрана. Смартфона. То есть здесь все очень унифицировано. И когда вы будете вставлять смартфон в Cradle, вы либо увидите очень и очень мелкое изображение, либо оно будет очень и очень размазанным. То есть вариантов много, проще подбирать конкретно под вашу модель. И, соответственно, есть имеется Cardboard. Google Cardboard. Я использую Generic. У меня разрешение экрана 4,9 дюймов. Соответственно, есть 4,7 и 5,5. Больше выбирать не рекомендуется. Меньше, в принципе, подойдет 4,7. Да, очень маленький разбег 4,7-4,9, поэтому меня более чем устраивает. Вот. И имеется продвинутый режим. Соответственно, его мы рассматривать не будем, потому что рассматривать все эти настройки, да, у меня уйдет как раз-таки те самые 40 минут. А я, ну, не могу себе этого позволить. Тем более, никто 40 минут меня слушать не будет. Это очевидно. Запускаем сервер. Мы его запустили. Соответственно, программа у меня уже запущена на смартфоне. На смартфон мы переключимся в самом конце. Давайте проведем настройку. То есть калибровка. Произошло подключение. Вы этого не видите, но у меня на смартфоне изображение поделилось на два, соответственно, экрана, под каждую линзу, под каждый глаз. И теперь мы должны настроить. Жмем на кнопочку Adjust. У нас открываются специальные, специальные инструментарии для настройки положения вашего смартфона в VR-шлеме. Вот. Если вы не подключитесь, то нажатие на кнопку Adjust ничего не сделает. То есть необходимо вначале сделать подключение, и уже позже запускается этот мастер. Что вы должны сделать? Ваша основная задача. Расположить смартфон в кредле таким образом, чтобы перекрестие у вас не двоилось. То есть когда вы надеваете шлем на голову, чтобы эти зеленые прицелы, да, Screen Center, они совпали. То есть чтобы у вас не было раздвоения. Если вы это сделали, все правильно. Далее. Как правильно подбирать размер линз или размер шлема? Все дело в том, что вот эта розовая окантовка, она должна отсутствовать. Вы ее видеть не должны. То есть когда вы закрываете шлем, эта часть экрана должна быть скрыта обивкой вашего шлема. Шлемов бывает много разных, но суть вы поняли. Соответственно, на переносице, да, вот эта вот часть, я сейчас провожу по ней мышкой, допустим для левого глаза, она должна уйти под перегородку. Для правого глаза вот эта часть должна уйти в перегородку. А вот эта вот, все, да, окантовка вот здесь вот это видно, она должна образовать единый такой вот, ну, квадрат с изгибами, что ли, прямоугольник. Вот. После чего, если вы вроде бы все настроили правильно, но вы все равно видите эту черную, эту розовую зону. Все дело в том, что эта розовая зона, когда вы запустите компьютерную игру, станет черной. И, соответственно, вот то, что белым цветом обозначено, это будет игра. Для чего нужна эта розовая зона? Большинство VR-крэдлов, ну, если они качественные, они должны иметь отдельную регулировку линз. То есть, когда вы регулируете линзы, вы можете смещать специальную такую черную рамочку на очках, на вашем шлеме, чтобы передвигалась эта черная окошечка. Вот эта черная окошечка, она, в моем случае, она представляет из себя круг. Вы должны выставить линзы таким образом, чтобы эта окантовка скрылась под черным кругом. То есть, в принципе, таким образом вы получите такую вот целостную картинку. Вы не будете видеть ничего черного, вы будете комфортно воспринимать картинку. То есть, у вас не будет такого эффекта, как будто бы перед вами очень большой экран. И при всем при этом у вас не будет дискомфорта. Вот это самый трудный момент, да, как его описать. Я постараюсь снять это на внешнюю камеру, но все равно здесь надо делать параллельно со своим шлемом. Потому что трудно понять. Я вас прекрасно понимаю, я сам, когда читал статью, несколько раз ее перечитывал, потому что были определенные там затруднения. После того, как вы все это сделали, все, у вас качество картинки должно быть идеальным. То есть, ставим в уме галочку, что у нас все хорошо. И запускаем игрушку. Фейк 3D он у нас включено. Запускаем игрушку The Tape, которую я использовал в прошлом летсплее. И, соответственно, вы пока этого не видите. Сейчас она запускается через Steam. Возможно, проверит обновление, возможно, не проверит. Давайте еще раз ее запущу. Мы должны запускать игры в окне. Это очень важно. То есть, если игрушка не запускается в окне, формат стерео ее перевести никак нельзя. Но при всем при этом, да, я уже снимал видеоролики, где я говорил о том, как там есть 5-6 программ и способов запустить игрушку в окне. То есть, в принципе, у меня нет никаких проблем. Все игры запускаются в окне. Все очень здорово. Смотрите, качество графики, да, собственно, настройка качества графики в самой игре нужно выбирать таким образом, чтобы игра работала у вас на компьютере без каких-либо тормозов. Соответственно, я сейчас выбираю минимальные настройки, что у нас самая-самая простая конфигурация. И жмем Play. Все. Ждем какое-то время. И вот сейчас у меня на смартфоне произошло разделение экрана и у меня уже эффект 3D. То есть, в принципе, все, мы произвели с вами настройку. Вот сейчас я взял смартфон, он у меня в руках, и мы видим, курсор мыши двигается. То есть, он двигается, потому что я двигаю смартфон. Теперь мы переключаемся на непосредственно внешнюю камеру. Я постараюсь показать вам последние моменты этого видеоролика, как провести калибровку. Но, в общем и целом, это все. Я надеюсь, вам было понятно. Я надеюсь, вы эту работу оцените. И я надеюсь, что если у вас возникнут какие-то трудности, вы не будете ставить дизлайк и писать гневные комментарии, что очень долго и непонятно. Лучше просто задайте свой вопрос, а я вам отвечу. И еще, если я не отвечаю на сайте, на YouTube, то, возможно, я очень занят. Пишите в блоге. Ссылка на блог всегда имеется в описании под всеми видеороликами. С вами был Владимир. Я пока не прощаюсь. Переключаемся на мой смартфон и на внешнюю камеру. Итак, друзья, я сразу извиняюсь за качество видео. Все дело в том, что этому видеоролику я уже посвятил очень и очень много времени. А моя основная камера заряжается. Соответственно, чтобы не тратить лишнее время, я решил снять на свой смартфон. Смартфон старый, не Nexus. Соответственно, картинка не очень хорошая. Но мне самое главное показать вам принцип размещения смартфона непосредственно в кредле. Итак, сейчас я сниму игрушку с паузы. И, соответственно, вот она живая картинка. Обратите внимание, что картинка вроде бы как плоская. Единственное, что картинка поделена на два экрана. И это, кстати, Alien Isolation, запущенная в разрешении 720p. То есть, в принципе, против слов автора программы, я запускаю все игры в таком разрешении. 1280 на 720 под монитор 16.9. И, соответственно, все комфортно. Вроде бы как глубины нет. Эта глубина будет достигаться за счет искривленных линз. То есть, они специально расположены таким образом, чтобы очень сильно увеличивать картинку. И складывается впечатление, что перед вами экран кинотеатра на очень близком расстоянии. Вон, даже, получается, внутренние подушечки, они очень сильно увеличиваются. Эта камера ловит. Вот. Соответственно, мы видим, что здесь у нас на перегородке носовой получается черная полоса. Такая же полоса есть по краям всего смартфона. Может быть, их видно не очень хорошо. Но самое главное, что когда вы надеваете, соответственно, вот эти вот очки, то есть, ну, смартфон ложите в кредл, надеваете кредл, вы не должны видеть вот эту часть. Не должны видеть вот эту часть. Соответственно, верхние края, вот такие вот радужки, вы их тоже видеть не должны. Но, что мы делаем с вами? Мы вставляем смартфон непосредственно в кредл. Единственное, это все немножечко условно. Если вы правильно провели калибровку экрана, то, о чем я вам говорил в самом начале, то есть, когда вы подключаете смартфон и проводите первую калибровку, когда вот эти вот края розового цвета, вы размещаете смартфон непосредственно в кредле. Итак, далее, я сейчас приближу, на самом деле эффекта глубины тоже не будет, потому что только один глаз. Обратите внимание, черных полос нету. Единственное, что здесь как бы черная полоса, которую, возможно, вы видите, но это тень. Черных полос нету. По той простой причине, то есть, я избавился от этого черного ободка за счет того, что, обратите внимание, я не знаю, насколько хорошо камера зафиксирует, вот под таким углом, здесь имеется специальный ползунок. Этот ползунок отвечает за внутренние линзы и рамочку вокруг линз. То есть, соответственно, да, мы видим, что здесь у меня линза доведена до крайнего левого упора. Здесь, ну, по центру. То есть, это вот такая вот особенность. Я настраивал шлем непосредственно под картинку. То есть, соответственно, в зависимости от вашего собственного восприятия, от этих черных рамочек, у вас может быть совершенно другое положение. Но, если у вас на шлеме вот таких вот переключателей нет, это, на самом деле, очень плохо. Потому что, когда вы наденете шлем, когда у вас картинка увеличится, есть опасность того, что у вас получается, как на большой такой же кристаллической панели, допустим, на телевизоре, вот такие вот толстые рамки по краям. Да, или когда, допустим, игрушка, как The Evil Within, там имелось такое ограничение 16 на 9. То есть, и вверху, и внизу, как в кино, были очень такие толстые, здоровые черные полосы. Вот, если у вас такой регулировки нету, то, скорее всего, вам придется мириться вот с такими вот полосами. В принципе, это все, о чем я хотел рассказать. Если есть вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь максимально развернуто помочь и ответить. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш блог на hsp.kz. И, в принципе, всем приятных будней. В следующем ролике поговорим о специальных видеодрайверах, которые патчат игры под 3D, под VR-технологию. И в третьем выпуске поговорим об Android-играх, то есть, чтобы вы могли играть в этом шлеме, в Android-игрушки. Ну и дальше уже так, в качестве бонуса, поговорим о программах, которые позволяют смотреть сериофильмы. Стериофильмы, то есть, фильмы, рассчитанные под обзор 360 градусов, мультфильмы, ну и, соответственно, такие же приложения для VR-технологии. С вами был Владимир.